Сегодня в актуальном интервью мы обсудим реализацию программы «Старшее поколение» в Ставропольском крае в части групповых творческих занятий, арт-терапии, сеансов релаксации и социального туризма. Вот такая у нас интересная сегодня тема. Гость студии Константин Больбат, директор Ставропольского краевого геронтологического центра. Константин Эдуардович, добрый день. Приветствую вас в нашей студии. Добрый. Итак, прежде всего, начнем о групповых занятиях, которые связаны с творчеством. Расскажите, пожалуйста. Целительные свойства творчества, они, наверное, известны давно. И вот арт-терапия – это и есть терапия творчеством или терапия искусством. В нашем учреждении мы стараемся практиковать все виды арт-терапии. То есть это изотерапия рисования, это музыкотерапия, это синематерапия кино, это квиллинг, то есть работа с бумагой, это работа с подручными средствами, те же зерна кофе, например, или те же макаронные изделия. То есть из всего этого мы пытаемся что-то сделать. Причем мы стараемся все это делать, ну, как-то вот сезонно, наверное, в связи с какими-то датами, например. Если это был день любви, семьи и верности, да, мы делали ромашки из разных материалов, раздавали их. Если это был день флага, то мы изготавливали флаги Российской Федерации, тоже вручали нашим гостям друг другу. Сейчас, конечно, все заняты осенней тематикой, то есть сейчас будем делать из осенних сезонных каких-то предметов, будем делать какие-то поделки, аппликации и так далее. Что мы от этого ожидаем? Ну, конечно, в первую очередь это стимулирование общения с внешним миром. Это улучшение мелкой моторики, это улучшение работы суставов, это повышение психоэмоционального фона, улучшение настроения. То есть, ну, в общем-то, все направлено на позитив, на компенсацию как психических изменений, так и физических нарушений. Насколько ваши подопечные в эту работу активно включаются? Активно. Вы знаете, им интересно, потому что, с одной стороны, это же все-таки групповая терапия. Поэтому, когда собираются люди, которых сближает одна идея, это и процесс тогда реабилитации, это процесс социализации, это, опять же, общение с внешним миром, потому что те же поделки они отдают волонтерам, которые частые гости у нас, отдают своим близким, родственникам. Поэтому, конечно, это интересно и охотно воспринимается. Ну вот, вообще, арт-терапия, как вы думаете, как вы наблюдаете потом после вот этих занятий, насколько меняется в лучшую сторону жизнь, качество жизни, да? Вот психоэмоциональный фон ваших подопечных, то, что действительно, как вы отметили, немаловажно. Однозначно меняется в лучшую сторону. Об этом говорит просто даже тот факт, что они постоянно требуют от нас продолжения. Они говорят, а когда будет следующее занятие. Сами предлагают идеи, что они будут делать и из каких материалов. То есть это говорит о том, что это очень востребовано и, в общем-то, очень нужно людям. Занятия эти в основном проводят ваши сотрудники или, бывают, и волонтеры проводят? Практически наши сотрудники – это психологи, это специалисты по социальной работе, это социальные работники. То есть все эти специалисты есть в нашем штате. – Отлично. Вот самовыражение ваших подопечных. В чем оно вообще заключается, если брать ваш центр? То есть чем занимаются ваши бабушки, дедушки? – Ну, вы знаете, если вот так взять статистику, на сегодняшний день у нас 30 кружков и клубов по интересам. Это традиционные шахматы, это шашки, это бисероплетение, это вязание, это бильярд. У нас есть бильярдный клуб, есть свой президент бильярдного клуба, есть команды, с которыми мы на регулярной основе соревнуемся. Это, конечно же, компьютерный класс. То есть многие люди пришли к нам, вообще не имея представления о компьютерах. Есть у нас волонтерский отряд «Не стареет душа», который активно работает. Ну вот, если это интересно, я могу более подробно рассказать о работе волонтерского отряда. Это есть любители скандинавской ходьбы. Это есть клуб ретро, где они смотрят старые фильмы и обсуждают их. Это есть клуб любителей животных, зооуголок, где у нас есть рыбки, хомячки, попугаи и так далее. То есть на любой вкус есть какие-то клубы, где они активно себя находят и занимаются. То есть у нас практически 99% проживающих, даже маломобильных, они охвачены вот какими-то занятиями. Отлично это слышать, рада, действительно. Спасибо. Потому что столько кружков, наверное, сколько у вас, таких мини-клубов по интересам, я не слышала ни в одной организации. Ну, раз уж вы сказали про серебряных волонтеров, то насколько у вас это развито и как это выглядит? Что это за работа серебряных волонтеров? В чем она заключается? Ну вот мы начали свою работу с общения. Есть такой у нас приют для бездомных животных «Лучший друг». Вот первая наша поездка была именно туда, теперь она стала регулярной. То есть наши проживающие приезжают туда, привозят корм, они гуляют с животными, они общаются с животными, они вот кормят их. То есть вот, ну, можно сказать, если так несколько, может быть, высокопарно, мы шефствуем над вот этим приютом для бездомных животных. Затем мы стали разъезжать по школам города Ставрополя. Нас туда приглашают, я не знаю, как это сейчас называется, или уроки труда, или какого-то, в общем, вне классные уроки, где, например, наши бабульки, ну, преподают, не преподают, ну, по крайней мере, показывают свой мастер-класс по, например, тому же вышиванию или вязанию. И это вызывает, в общем-то, такой хороший восторг, причем не просто, не только у девочек, но и у мальчиков тоже. То есть бабули фору дают молодые? Дают, конечно. Они даже не то, что фору, они просто вот их обучают, учитывая то, что они знали это с детства. Территориально у нас близко расположен детский дом, интернат, 12-й, по-моему, номер, для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Вот. И вот мы с ними очень хорошо контактируем, то есть когда-то мы приезжаем туда с концертами, с какими-то рассказами, с историями. Они приезжают к нам с театральными постановками, то есть мы вот тоже вот так общаемся. Развито у нас очень внутреннее волонтерство, непосредственно в самом учреждении. То есть, например, вот у нас есть такой общественный совет, куда избираются наиболее уважаемые, почитаемые жители нашего учреждения. Вот. И в общественном совете есть несколько людей, ответственных за прием вновь прибывших. И когда человек поступает к нам, с ним встречается не только медицинский работник, не только психолог, но и вот кто-то из общественного совета. Конечно. Который рассказывает вот уже какие-то подводные течения, как у нас жизнь обустроена в нашем учреждении. Естественно, те, кто могут себе позволить, например, мобильные граждане, они могут общаться, могут даже гулять с маломобильными гражданами. То есть возить какую-то колясочку там или, ну, вот что-то еще делать. Вот, как я уже сказал, например, клуб ретро, где вот любители кино, они подбирают фильмы, собирают определенное количество людей, которые интересуются этой тематикой, смотрят совместно эти фильмы, потом проводят обсуждения. Такой же клуб – это вот любители скандинавской ходьбы. То есть у нас есть несколько, ну, даже не несколько, уже, наверное, там, где-то полтора десятка фанатов этой скандинавской ходьбы, которые втягивают туда остальных вот проживающих. Поэтому, конечно, это очень такое хорошее направление, которое, ну, мы всегда приветствуем. Ну, и, конечно, мы приветствуем волонтеров, которые приходят к нам из, скажем так, из каких-то учебных заведений, да, там, просто люди неравнодушные, которые просто звонят и говорят, а можно, вот мы погуляем с вашими бабушками, вот, и мы с ними активно работаем. Причем все волонтеры у нас проходят через так называемую школу волонтеров. Как она выглядит? Да. Ну, это наше ноу-хау, это мы придумали сами. Мы просто посчитали, что для того, чтобы общаться с пожилыми людьми-инвалидами, недостаточно просто, ну, как бы, чтобы горело сердце, да, был какой-то энтузиазм. Там должны быть какие-то умения, должны быть какие-то навыки. И вот наши психологи проводят, ну, два основных занятия. Например, если это касается работы с, ну, скажем так, с инвалидами или с людьми с ограниченными возможностями, да, то, например, вот такие постулаты, что когда ты разговариваешь с человеком с ограниченными возможностями, постарайся так, чтобы твой взгляд находился на его уровне. То есть, если человек лежит, допустим, в кровати, не надо зависать над ним, не надо давлеть над ним. Сядь на стульчик и смотри, вот, как бы, глаза в глаза. Если человек пользуется коляской, не надо браться за эту коляску, да, потому что это считается личным пространством, и висеть на коляске то же самое, что висеть на самом человеке. Если это пожилой человек, то здесь, конечно, больше надо слушать, потому что пожилые люди больше любят рассказывать о своей жизни, потому что действительно им есть о чем рассказать, что рассказать. Поэтому тут внимательно слушать. Когда человек общается с тобой, надо прислушаться к его голосу, к его тембру, потому что если мы априори думаем, что если человек пожилой, значит, он плохо слышит, и мы начинаем громко с ним разговаривать, то мы можем получить в ответ, да, ты что орешь, я не глухой. Вот, или наоборот. Поэтому вот такие вот умения, они должны, ну, вот у волонтеров, которые приходят к нам, чтобы они не обидели, не желая, естественно, сами того наших проживающих, и сами чувствовали себя комфортно. Отлично. Вот как часто вообще вам звонят, к вам обращаются, ну, вот с просьбой, чтобы мы хотим поволонтерствовать, у вас в центре? Вы знаете, очень часто у нас есть официально несколько договоров с учебными нашими высшими заведениями, я не буду их озвучивать, вот, которые, огова, в которых оговаривается, как будет, какие группы волонтеров, какие дни будет приходить, вот. И плюс, да, просто вот люди неравнодушные, которые хотят прийти, погулять, принести какую-то гуманитарную помощь, то есть это, вот, наверное, и что, ну, как бы радует, что я вот последние годы наблюдаю увеличение этих вот количества неравнодушных людей. Константин Ударьевич, у вас есть еще одно прекрасное направление – социальный туризм. Я знаю, что это такое, но наши зрители могут не знать. Расскажите, пожалуйста, как это выглядит, как строится? Ну, вообще, если брать формулировку социального туризма, то это активный отдых, компенсации на затраты, на которые, оплачиваются из какого-то социального бюджета или из каких-то социальных средств. У нас это направление очень популярно. Мы стараемся, чтобы в социальном туризме у нас сочетались, с одной стороны, это какие-то познавательные функции, а с другой стороны, оздоравливающие функции. Причем влияние как на физическое, так и на психическое здоровье. Одним из любимых направлений нашего социального туризма – это являются поездки на горячие источники, где люди купаются, оздоравливаются и получают различные телесные и моральные удовольствия. Следующее направление, мы его так мудрёно обозвали – аквафиштерапия. Ну, в переводе на русский – аквавода, фишрыботерапия. То есть это рыбалка. Те, кто любит у нас рыбалку, мы организуем, естественно, мы приобретаем все снасти, всё, что необходимо для рыбалки, и вывозим их на озера, договариваемся заранее, чтобы это было хорошее озеро, зарыблённое, чтобы был эффект от этой поездки. Вывозим, и люди привозят, в общем-то, получают удовольствие от самой рыбалки, ну, а затем потом, наверное, уже и при употреблении результатов рыбалки. Ипотерапия. Общение у нас есть клуб для конно-спортивной клубки, конно-спортивные какие-то организации, куда мы выезжаем. И, конечно, общение с теми животными, опять же, кормление этих животных, поездка на лошадях – это, опять же, масса удовольствий, как физических, так и психических. Частые гости мы в ботаническом саде. Вот сегодня люди вернулись у нас из одного из известных колхозно-фермерских хозяйств, который занимается разведением дынь, арбузов. То есть, они приехали туда. Надо дать, кстати, вот опять же сказать спасибо тем благотворителям, которые принимают нас бесплатно. То есть, вот их там накормили этими бахчевыми культурами в достаточном количестве. Ну, а когда они уже уезжали с собой, это, конечно, уже за их личные средства. За парк или за уголок, в котором мы тоже часто посещаем. Пока был сезон, мы были частые гости на Комсомольском пруду. То есть, вот эти все мероприятия, то есть, эти все путешествия, все эти поездки – вот это и есть, наверное, социальный туризм, что касается конкретно нашего учреждения. Ну, вот вы сказали по поводу того, что как бы мы за расслабление, что это помогает, и психоэмоциональный фон как-то держать на одном и том же уровне, даже поднимает настроение, безусловно, и для тела, и для души. Ну, вот у вас в центре геронтологическом, я вот даже прочту, процитирую, с целью профилактики тревожных расстройств, снижения эмоционального напряжения, психологами регулярно проводятся сеансы релаксации, как для подопечных, так и для сотрудников центра, чтобы они не выгорали, помогали бабушкам, дедушкам, выполняли свою работу и поддерживали, как говорится, стариков. И вот расскажите об этом подробнее. Как пришла эта идея и вообще как это выглядит? Ну, выглядит это так. Во-первых, абсолютно верно вы сказали, что это для наших получателей социальных услуг и для сотрудников. Ну, для проживающих понятно. За плечами тяжелая, часто нелегкая жизнь, поэтому эти сеансы, конечно, им очень помогают. Для сотрудников тут, надо сказать, добрые слова о них, в том плане, что люди, которые работают у нас, они, как правило, все пропускают чужую боль, чужие проблемы через себя. И поэтому, конечно, зачастую, получая единовременно много негатива, ну, надо как-то стараться от него разгружаться, от него избавляться. Для этого у нас существует кабинет психологической разгрузки. Он так и называется. Он оборудован соответствующим образом. То есть, там есть мебель для релаксации. Там есть интерактивный проектор «Звездное небо». То есть, когда идет сеанс релаксации, вот вся комната, она вот покрыта звездами. Значит, там есть устройство для ароматерапии. Там стоит ионизатор воздуха. И там стоит звукопроизводящая аппаратура. И поэтому вот все это позволяет сказать нашему психологу, усаживайтесь поудобней, расслабьтесь, постарайтесь, чтобы руки и ноги не были скрещены. Закройте глаза. Представьте себя в любимом уголке природы. И так далее. Как отзывы насчет этого ваших подопечных и ваших работников? Восторженные отзывы, потому что, как правило, люди, которые приходят туда, они в этом нуждаются. Поэтому буквально через несколько минут после начала сеанса все благополучно засыпают. И вот этот сеанс, который длится где-то полчаса, они отдыхают, естественно, все, что вот и та же ароматерапия, и те же приятные звуки там, или льющейся воды, или там какого-то шума леса, да. Они, конечно, благоприятно влияют, и люди просыпаются, ну вот как, не знаю, самые красивые картинки, подтягиваются, улыбаются, говорят спасибо. В общем-то, это надолго хватает, действительно, заряд для дальнейшей жизни, работы. Отлично. Ну вот скажите, пожалуйста, кто сегодня от частного к общему проживает в вашем центре? Кто вот основные ваши подопечные? Ну, это люди пожилого возраста, это инвалиды, которые оказались в трудной жизненной ситуации, и которые, согласно статье 15 нашего 442-го закона об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации, признаны нуждающимися в социальном обслуживании. И ваши основные услуги, потому что мы говорим сегодня о прекрасном арт-терапии, самовыражении, социальном туризме, но, конечно, это не основные услуги центра. Вот. А что относится к основным? Основных услуг, которые мы оказываем, всего 7. Ну, начнем, наверное, все-таки с социально-бытовых условий. Это предоставление жилья, это питание, это обеспечение людей одеждой, обувью, мебелью, ну и так далее. То есть все, что необходимо для комфортного проживания. Социально-медицинские услуги, учитывая то, что наш центр напоминает в чем-то стационар лечебно-профилактических учреждений, у нас 6 отделений, где люди находятся в зависимости от тяжести состояния. Вот. Каждое отделение возглавляет врач. Причем, вне зависимости от своей первой специализации, они все имеют специализацию по гириатрии. То есть они специалисты именно в лечении заболеваний пожилых людей. И поэтому работа отделения строится так же, как работа отделения в любой больнице. То есть это обход, это измерение температуры, это измерение давления, пальпация, ускультация, перкуссия. То есть все врачебные манипуляции, конечно, у нас выполняются. Вот. При необходимости людям назначается диета, назначаются таблетированные препараты, инъекции, вот, и так далее, и тому подобное. Мы, конечно, не тянем на себя одеяло. То есть если мы видим, что ситуация серьезная, и человек нуждается в стационарном обслуживании, то, конечно, мы или договариваемся с больницей, или вызываем скорую помощь, и человек госпитализируется, чтобы получить уже высокотехнологичную помощь. А вот. Кроме этого, у нас есть медицинский блок, который делится на диагностический модуль и лечебный модуль. В диагностическом модуле у нас мы делаем как электрокардиографию, так и суточное ЭКГ-мониторирование, суточное мониторирование артериального давления. Делаем УЗИ всех органов и систем, включая дуплексное сканирование сосудов. У нас целый штат врачей-консультантов. Это врачи-хирург, терапевт, психиатр, невролог, окулист, отариноларинголог, эндокринолог, кардиолог и так далее. То есть мы можем людей проконсультировать по любым направлениям. Что касается нашего именно лечебного модуля, то здесь надо отметить, конечно, кабинет физиотерапии. Мы владеем всеми методами современной физиотерапии. То есть это магнитотерапия, лазеротерапия, ультразвук, дарсонваль, электрофорез. В общем, все, что необходимо. Все есть на месте. Все есть на месте, все есть в нашем кабинете физиотерапии. У нас там есть даже пневмомассажная камера, которая по своему действию абсолютно, например, на Эдбара камеру, только в ней вместо кислорода воздух, что исключает возможность ее возгорания или, не дай бог, даже взрыва. Помимо этого есть кабинет водолечения, где проводится подводный душ-массаж, где проводятся различные ванны, те же аромаванны, тепловые процедуры. Ну, в общем-то, все, что включает в себе понятие водолечения. Грязи лечения. Мы пользуемся тамбуканской нашей грязью, местной, ставропольской. Вот, она у нас поступает к нам в виде аппликации, поэтому мы накладываем, например, на суставы, при лечении артрозов, артритов и так далее. Сейчас мы начинаем практиковать стоматологические вкладки при патологии десен, при, в общем-то, тогда по назначению, опять же, стоматолога, который есть у нас тоже в штате. Вот, кабинеты, наверное, что массажа, конечно, лечебного, оздоровительного, все виды массажа мы тоже это делаем. Поэтому вот это то, что касается социально-медицинских услуг. Социально-психологические услуги, мы немножко уже об этом поговорили, то есть наши психологи проводят как сеансы индивидуальные с людям, то есть это консультирование, это какие-то беседы, так и групповой терапии, вот те же сеансы релаксации там или еще какие-то. То есть этим занимаются психологи. Социально-педагоги... Психологи всегда, простите, перебью, говорят о том, что 5% это лекарства, таблетированная, так сказать, помощь, ну, при необходимости, а 95% это психотерапия, психотерапия, общение с психологом, разрешение внутренних конфликтов и, так сказать, работа с человеком, когда вот глаз на глаз психолог работает. Это да, и это осознают все члены коллектива. Иногда я даже слышу вот такие фразы, что, например, заведующий отделением говорит, вот, дорогие психологи, придите, побеседуйте с таким-то проживающим, потому что он позволил вчера выпить лишнего. Или вообще выпить, то есть они настолько верят психологам, что они уверены, что психологи при желании могут излечить и табакозависимость, и алкогольную. То есть, действительно, у нас уважение к психологам в коллективе очень высокое, большое. Вот, значит, следующий момент – это социально-педагогические услуги. Здесь, начиная действительно практически с педагогических услуг, то есть человек, например, когда перенес инсульт и потерял много функций, мы учим его кушать, у нас есть специальные наборы, которые крепятся к рукам человека, чтобы он не ронял ложку, нож, специальные тарелки с такими присосками к столу. То есть учим кушать, учим заново читать, учим заново говорить, учим заново ходить. Тоже существуют специальные диски для вращения, специальные подушки. То есть это непосредственно, действительно, как педагогические в полном смысле. Помимо таких, существует именно организация досуга. Ну, вот это, наверное, в чем-то так вот перекликается именно с нашим, может быть, социальным туризмом. Вот, социально-трудовые услуги. Здесь, начиная с того, что мы тем, кто можно по показаниям, по рекомендации индивидуальной программы реабилитации, абилитации работать, мы их стараемся трудоустроить. То есть люди работают на штатных должностях, теми же лифтерами, санитарочками, садовниками, рабочими по обслуживанию зданий. Вот. И просто так называемая эрго- или трудотерапия, когда за каждым у нас отделением закреплен какой-то участок территории. А территория у нас большая, 3,5 гектара. Поэтому каждому есть где проявить себя, скопать какую-то грядку, посадить цветочки. Отвлечься. У нас довольно-таки большой участок территории введен под личные хозяйства, где они выращивают овощи, даже, в общем, фрукты, ягоды. Мы по их просьбе посадили несколько лет назад деревья, которые сейчас плодоносят черешня, слива, яблоки, персики. То есть, ну, вот такой большой спектр. Социально-правовые услуги, они предусматривают, ну, понятно, правовую помощь. То есть, у нас есть в штате юристы, которые могут ответить на любые вопросы. По наследству, по завещанию. То, что касается пенсии, к нам ежемесячно приходит специалист из пенсионного фонда, который может ответить на любые вопросы наших проживающих по поводу размеров пенсии, выплат пенсии, повышения и так далее. И следующая услуга – это повышение коммуникативного потенциала. Это вот, тут надо тоже отдать, сказать спасибо, отдать должное нашим учреждениям культуры, вот, города Ставрополя. Потому что нам дают бесплатные билеты и в цирк, и в филармонию, и в театр. И мы все это людям, мы везде ходим. Ну, и, конечно… Это тоже плюс к социальному туризму. Конечно, да. Это, наверное, тоже плюс к социальному. И плюс у нас большой популярностью есть у нас, опять же, вот, из… Вот я говорил, когда о клубах, вот я о нем не сказал, это клуб общения «Надежда». Когда люди собираются и с теми же психологами обсуждают все вопросы, которые их интересуют, которые для них на сегодня актуальны. И, соответственно, это тоже повышает этот коммуникативный потенциал. Спасибо большое, Константин Эдуардович. Я желаю вам и вашему коллективу не болеть, здравствовать, держаться друг за друга, беречь себя. И беречь себя для того, чтобы как раз-таки не выгорать и помогать положительно, позитивно вашим подопечным. Спасибо большое. Спасибо. Приходите еще раз. Обязательно становитесь гостем нашей студии. Я напомню телезрителям о том, что Константин Больбат, директор Ставропольского краевого геронтологического центра, был у нас в гостях. В студии работала ведущая Марина Мацарская. Не переключайтесь. Оставайтесь на своем ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин